Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборка из парочки полезных советов и парочки полезных и простых самоделок из пластиковой бутылки. Итак, начнем! Первый совет касается саморезов, у которых слизалась головка, и теперь он совсем не хочет откручиваться. Для таких случаев я всегда держу в запасе вот такие канцелярские резинки. Просто кладем ее на саморез и выкручиваем уже через резинку. Часто это бывает достаточно, но в любом случае необходимо хорошо упереться. Следующий совет подойдет для тех, кому надо стянуть несколько досок, например, для склейки мебельного щита. А ваем или струбцин нужной длины нет. В таком случае просто берем две струбцины и, зацепляя их, друг за другом увеличиваем рабочий диапазон. Для следующей самоделки понадобится пара бутылок. Одна на 2 литра, другая на 1 литр. На 2-х литровой для удобства размещаем ровную линию по контуру ближе к донышку. Далее по этой линии донышко отрезаем. Теперь делаем разметку на горлышке, чуть ниже пробки и, соответственно, также отрезаем. Главное условие, чтобы литровая бутылка входила с пробкой в 2-х литровую. Для временной фиксации литровую бутылку крепим малярным скотчем, чтобы она не выпадала и не было лишних щелей. Берем монтажную пену и надуваем ее между бутылок. Ждем, пока пена немного подсохнет и убираем лишнее. На отрезанном донышке делаем несколько неглубоких насечек. Для того, чтобы надеть его на бутылку. Шов обклеиваем скотчем. В донышке проделываем отверстие на 8 мм и надуваем через отверстие еще пены. Далее перейдем к пробке, которую обклеиваем малярной лентой. После срезаем лишнее. Примеряем вот в такую крышку, вроде от краски. Пробка со скотчем плотно должна зайти туда. Затем наносим клей и вклеиваем пробку. Для удобства накрутил пробку на отрезанное горлышко. А теперь обклеиваю малярной лентой и запениваю. Пока пена сохнет, изготовлю еще одну простую самоделку из остатков пластиковой бутылки. Понадобится горлышко и две пробки. Их я зачищаю наждачной бумагой и затем склеиваю. Затем высверливаю отверстие посередине пробок. Думаю, оптимальным будет отверстие на 12 мм. Самоделка готова. Ее мы применим чуть позже. А пока вернемся к нашим бутылкам. Как раз пена уже высохла. Отклеиваем малярную ленту и убираем всю лишнюю пену. Готово. Теперь приступим к малярным работам. Для этого слегка обрабатываю пластиковую бутылку наждачкой, а далее покрашу в белый цвет. Самоделка готова. Осталось накрутить крышку. Для испытания теперь необходимо залить жидкость. А поможет нам в этом как раз таки самодельная лейка из горлышка и двух пробок. Жидкость возьму в холодильнике, так как на улице держится аномальная жара и вода в бутылке быстро нагревается. Для этого я и сделал вот такой своеобразный термос для холодной воды. Прослойка из пены не даст жидкости внутри так быстро нагреться. И вам будет приятнее пить охлажденную воду в жаркую погоду. Этот термос подойдет и для горячей воды, но все-таки внутри пластиковая бутылка, поэтому кипяток лить нельзя. Друзья, вот таких пару советов и пару простых самоделок хотел вам сегодня показать. Ставьте лайк, если видео вам понравилось и пишите комменты. Например, дайте совет, как вы справляетесь с такой жарой. Тех, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и...